Первый урок, который мы с вами начнем изучать, довольно непростой. Непростой урок по одной причине, потому что я его преподаю первый раз за всю историю института. Но этот урок фактически его не преподавали, и я хотел бы просто эту тему взять, и я надеюсь, она будет интересна, потому что это тема, о которой я буду говорить, тема вопроса религиозной идентичности во времена второго храма. Почему эта тема настолько важна для меня, как я смотрю? Потому что мы не имеем много информации, которая нас могла бы дать больше картину происходящего в это время. Мы знаем только то, что есть несколько книг, которые говорят нам о восстановлении второго храма, и мы знаем пророков, которые жили в то время. И фактически после восстановления второго храма мы не видим, где бы записаны были либо обращения Господа к народу, как пророческое слово, которое было сказано до этого. После восстановления второго храма, до пришествия Мессии, мы, как говорят, небеса были закрыты, не было пророческого слова. И вот эта тема, что произошло, что происходит, что было сделано в это время, что привело к такому пониманию, как полнота времени, когда пришла полнота времени, и Бог ввел своего Сына. Полнота времени. В чем она заключается? Я могу сказать, что в это время, когда родился Ишо, полнота такая, языковая полнота, где фактически народы, которые жили в то время, они большинство разговаривали на греческом языке. От Индии до, можно сказать так, Германии, которая была, и другие места, и часть латыни, но можно сказать на это гречески больше, культура, влияние. Но что происходило до этого? Мы будем рассматривать с вами две книги, которые называются «Неемия» и «Эзра». Эти книги до недавнего времени считались не отдельными книгами, а одна книга. До недавнего времени в иудейских всех летописях книга «Неемия» и «Эзра» и шли совместно, то есть как одно целое, и это важно для нас знать. Чтобы понять, что происходило во времена восстановления храма, нужно вернуться к тому времени, что причины, которые рассеяло еврейский народ в то время. После разрушения первого храма еврейский народ был рассеян. Что послужило этому рассеянию? Как вы думаете, что послужило рассеянию еврейского народа? Непослушание. Непослушание. Такое разделение больше всего, наверное. Мы понимаем, что после сына Соломона царство, которое имел царь Давид, разделилось на два. Это царство Иуды и царство Израиля. То есть северное царство. Есть еще выражение, которое называется «десятиколенное царство». В Иуду вошли только два, в Израиль вошли десять. Вот эти десять колен, которые так часто мы говорим о них, до сих пор еще как бы не восстановлены. Мы не знаем, они в рассеянии до сегодняшнего времени. И, может быть, вот времена последние, последние времена восстановления мессианской надежды в еврейском народе, наверное, позволят этому воссоединению и проявлению целостности Израиля, так как в Откровении Иоанна говорит о том, что все двенадцать колен они предстали пред Богом. Да, вот они все двенадцать колен, двенадцать старцев, помните, да? Но вопрос в чем? Сколько колен вообще было? Двенадцать или тринадцать? А я говорю тринадцать. Тринадцать колен. Мы привыкли говорить двенадцать, но мы никогда не считаем одно колено. Левый. Левый не обсчитывался, да? Все остальные, они считали двенадцать колен. То есть, это очень интересная тема. И все же, до восстановления, до возвращения из рассеяния, или же, я не буду говорить рабство, но изгнание, о котором говорил Господь. Что практически происходило в Израиле? Давайте мы так рассудим. Если так кратце, если мы смотрим на исход, исход был фактически такой отправной точкой, где за одну ночь народ Израиля встал и пошли в обитованную землю. Они не смогли за сорок дней достичь своей цели, потому что ропот, потому что неверие обратило их в стопы против Бога. Бог говорит так. И Господь поклялся, что они в течение сорока лет, они будут странниками по земле обитованной. Знаете, вот что интересно, что, будучи в Иордании, я увидел с другими глазами тот путь, который сделал Моисей. Но это совсем другая история. И если смотреть на этот путь сорок лет, то в один момент Израиль, будучи обновленным народом, потому что ни один, вышедший из Египта, не мог войти в обитованную землю, кроме двоих согладателей, которых был Иисус Навин. И кто? Ихалев. Халев. Они вдвоем смогли войти в обитованную землю. Даже Моше. Моше не смог зайти. И там есть свои причины. И все же он видел, стоя на горе, видя Израиль, с той точки можно видеть было Иерусалим, который в то время уже существовал, что царь Салима, Мелхаседек, вышел Аврааму навстречу. И вот что происходит дальше. Народ Израиля входит в свою землю обитованную, получает распределение, живут они по своим местам, где были распределены. Кто-то за Иорданом, кто-то уже ближе к морю. Все это как бы называется Палестина. Это то место при Иордании, за Иорданией, часть Моава и так далее. Израиль живет так, как он хотел. Мы видим, после Иисуса Навина вступает эра судьей. Судьей Израиля. То есть тех, кто Бог поднимал для того, чтобы судить, помогать, решать вопросы. Но что интересно, что в конце этой книги судьи, там написано, что каждый ходил и делал то, что ему считалось нужным. Кажется, парадокс. Реально парадокс. Мы, как будто народ не следовал вот законам Божьим. Я как бы сложно увидеть, что они следовали Торе, так конкретно, праздникам многим, как будто забылись. И истории, которые мы читаем, что даже был тот грех, за который пострадал Содом и Гоморра, тоже проявился в колене каком? Вениамина. Да, и, конечно же, кажется, вот Бог, который ненавидит гомосексуализм и то, что люди неправильно живут относительно его заповедей, конечно же, мог сказать, вот теперь они получили, что нужно. И когда вышел весь Израиль против Вениамина, Бог должен был быть на стороне Израиля, но не только было. Вениамин взял и наказал весь Израиль. Удивительно. Почему? Что случилось? Я вам скажу, почему. Потому что нельзя было выступать брат против брата. Нельзя было. Одна простая вещь. Смотрите. Бог говорит, что ни один моавитянин не может войти в состав народа Божьего. То есть, в Иерусалиме был запрет на брак между Моавом и Израилем. Вопрос, почему. Ответ там простой. За то, что они не пропустили вас через свои земли. За это. Секунду. В чем вопрос? Ну, не пропустили, не пропустили. Помните, там еще кто-то не пропускал. Они сказали, ну, нет, так нет, мы обойдем. Помните, да? Бог говорит, он тебе брат, поэтому не нарушай. Просто не нарушай. Почему Моав, он не смог, как бы сказать, получил вот такой вот возмездие. Такой приказ. Я понимаю, что мы там тяжело. Это были родственники. А это были наследники Лота. Если вы помните, да? Наследники Лота. То есть, между собой они родственники. И когда, вот, в Ветхом Завете, вот, даже больше, как в Ветхом, в Ветхом мире, в том мире, в котором жили наши предки, через землю, которые проходили, вот, воясь, земля, через землю, которая нужно было пройти, нужно было платить дань. За это они жили. Все купеческие караваны, все торговцы, они, проходя через территории каждой, каждого колена, или, там, можно сказать, племени, они платили оброк. Да, вот, за то, что их провели, и все. Этим жили люди той земли. К Моаву, и Моавитяне, Моавитяне, да, из-за того, что они родственники, они должны были пропустить их бесплатно. А они не хотели. И вот, я когда вот узнал об этих вещах, я сказал, насколько Бог ревностно относится к этим вопросам, вопросам родства. Насколько Он ревностно. Поэтому мы не зря называемся братьями и сестрами. И если мы нарушаем какие-то заповеди, да, такие, особенно, просящие у тебя, Да. Да, от не отворачивайся. Да, вот, кто тебя просит. Поделись своей одеждой. И вот, когда это происходит, Бог благоволит к этим отношениям. Моав не хотел пропустить. И Бог говорит, из-за того, что ты из родственных отношений, ты должен был это сделать. И ты не сделал по зашточенному своему сердцу, то я говорю, ты не сможешь быть в благословении. Хотя вопрос ведь бабушка Давида была моавитянкой. И Давид, между прочим, себя вел среди них, как свой, претендуя на моавские отношения. Из-за этого он там, ну, как бы, я послушал, что он вытворял там в Израиле, в Израиле, на той стороне, я удивлялся, то мальчик был не совсем хороший, можно сказать. Ходил войной везде. Все завоевывал. Это было страшно. Но все. Когда вот пришло время уже царей, то вот здесь вопрос, именно вопрос царей поднимается. Управление. Помните, мы уже говорили о том, предыдущий, те, кто уже второй год занимается, о том, что Бог, обращаясь к Израилю и на их просьбу о том, что дать ему царей, царей, да, говорит Самуилу, Самуил, они тебя отвергли, они меня отвергли. Как бы, как будто, знаете, вот такое, что Господь, он царь, он господствует на Израиле, и при всем этом, вдруг, Израиль говорит, поставь нам царя, как у всех народов. Да, вот наше подсознание, я сразу говорю о том, что нам, как бы, Израиль как будто отверг Бога и хотел себе царя, да, но на самом деле, мы видим во второзаконии, когда Бог давал заповеди, Бог через Моисея Моисея Израилю, он дал такую интересную позицию, когда ты придешь, землю, которую Господь, Бог твой, да, дает тебе, овладеешь ей, поселишься в ней и скажешь, поставлю, я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. Он говорит, это за, ну, года, до того, как Израиль захотел себе иметь царей. и говорит, но, царь должен быть, он говорит, но, только, что он, поставь над собой царя, который изберет Господь. помните, Самуил ходил, искал царя путем камней, Бог ему сказал, пойди, и он искал. То есть, выбери себе царя, который изберет Господь, Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. только он, только, чтобы он не умножал себе коней, не возвращал народ в Египет, для умножения себе коней, ибо Господь сказал, не возвращайтесь путем сим, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратили сердце его, чтобы серебра и золота не умножать себе чрезмерно. Но, когда он сядет на престоле царства, должен списать себе список закона всей книги, всего, то есть, своей рукой должен был написать список закона, переписать, для того, чтобы помнить. И дальше, находящийся у священников левитов, и пусть он будет у него, пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа Бога своего и стараться исполнять все слова закона своего поставленного сим. Видите, чтобы не надмивалось сердце его над братьями его, чтобы не уклонялось вся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царство своем и становя его посреди Израиля. Вот это послание, которое было для царей. Если возьмем историю царей, кто из царей исполнил все это? И сколько у него было жен? Ой-ой-ой! Он, да, он хороший, он пел хорошие песни, псалмы, любил Бога всем сердцем. Бог сказал, это человек по сердцу моему, да. Но кто из царей смог исполнить эту позицию? Фактически никто. И мы понимаем, что власть в руках недостойных людей это несчастье для любого народа. Если царь недостойный, это беда для всего народа. Когда-то мне говорили так, ну типа, насколько родовые проклятия могут быть родовыми проклятиями. Если корень хороший, то и все хорошее должно быть. А если плохое, то плохое. А вот вспомните царей. У некоторых царей, хороших царей, были плохие сыновья. И наоборот. Вопрос здесь не проклятия, не идет абсолютно. Это желание хождения перед Богом. И Бог благоволил, а к некоторым нет. Саул, вроде бы, избрал, но по желанию сердца людей, выше всех, он мощный и так далее. Но он не был тем, кто мог исполнить ту волю Божию, которая относительно Израиля. И все же библейские свидетельства не приводят нас к мысли, что монархия, как форма правления, заслуживает большего уважения, чем республиканская оппозиция. То есть править республикой. Есть, как у нас, есть парламент, и вот он правит. Не показывает, что это хуже или лучше. Но я четко знаю, что монархия, имеющая рамки, может править богословенно. И поэтому Бог дает эти рамки, с которыми должен был царь, которого избирался Израиль, первое, он должен был избираться по воле Бога. Из своих, не из чужих. И перечисляется, что он не должен делать, и что он должен делать. И самое главное, что он говорит, что он должен переписать книгу закона, которая находится у священников, и изучать ее. Изучать ее. И вот где Соломон, фактически, он и говорит такую фразу, «Сын мой, не забывай Торы матери твоей». Слово на русском. На иврите говорит «Торы», закона. Другими словами, родители ответственны были, чтобы научить, но ответственность также этого человека изучать. Если сегодня возьмете королевские династии, или те правящие люди, которые богатые, политики, их дети изучают абсолютно все. Вот именно на высшем уровне. Закон, позиции и так далее. Что интересно, когда я был в Иордании, мне сказали, что среди племен, которые, ковчевников, в основном, ковчевников, это когда они еще не были мусульманами, когда еще не были, ну, так, ковчевниками, они должны были знать, и до сих пор еще, это осталось, что они должны были знать свое родословие до семидесятого колена. Наизусть, наизусть, с детства. Другими словами, когда приходились, они, вот, на, 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 сбор, да, спрашивали девчонку, или там, ты чья? Да, чьих будешь? И так, поэтому династии, королевские династии, они знают, кто, кто, вот, они, и поэтому женились только так, по династиям. И, на самом деле, царь Соломон расширил размеры Израиля, то намного больше, чем мы думаем. Намного больше. От Красного моря, который Израиль не имел никогда возможности плавать, он не умел, он отбрал других народов. И до, аж, могу говорить так, за Сирию, аж туда заходил далеко в местах. По одной причине, он знал, как это сделать. Не войной даже, а просто жениться. Женился, завоевал. Женился, завоевал. Женился, и все. Поэтому, то, что там мы говорим, много жен, это не было возможности иметь хороший секс, и так далее. Это была возможность править, владычествовать, и управлять. Ну, все же, мы видим, что именно неисполнение некоторых позиций, которые Бог оставлял для царей, нехорошо сказывалось на народе. По этой причине был разрушен первый храм, по этой причине был первым уведен в плен это десять колен Израиля, а позже уже и Иуды два колена были взяты в плен. Итак, примерно где-то в 722 году до нашей эры именно вот жители северного царства Десять колен Израиля были переселены частями Ассирийского царства, равных частях. Мы можем зачитать это в 4-е царство. Если у вас есть Библии, откройте 17-я глава, 6-й стих. На 9-й год царства Осии царь Ассирийский взял Самарию, угнал израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе на реке Хабур, что течет через Газан, а также в городах Мидии. Мы видим, что во дни царя Осии происходит первое переселение из обетованной земли, которое Бог обещал для еврейского народа, для Якова. Идет первое переселение. Конечно же, когда идет переселение, переселяется весь народ, и земли остаются пустыми. Для того, чтобы сравнять такую позицию, положение правильно, чтобы не пустовала земля, их заполняли другими людьми. Почему не просто было взять, окружить, поработить и оставить их у себя на земле? Почему не оставили у себя на земле? Почему не обложить их налогами, как делала эта Османская империя? Потому что 400 лет Османская империя царствовала почти через весь Израиль, Сирию, в других местах она довольно сильно распространилась. Почему не рекомендовалось в то время вот так оставлять, просто окружить, взять в плен и обложить налогами? Как вы думаете? Простая логика. Потому что народ всегда усилится, будет бунт и будет опять противостояние. Легче их забрать оттуда, от земли, которой они находятся и там в рассеянии они забудут о своей земле. То же самое, что и сегодня. Если мы понимаем, что Израиль, который рассеян по всей земле, не сильно много патриотов, которые уезжали бы в Израиль. мы говорим, так нам и здесь неплохо, нас и здесь неплохо кормят, у нас есть маленький дешевт, мы много денег делаем, что нам делать в земле обетованной? Пока не происходит скруто что-то происходит с тем царством, где они находятся, они говорят, извините, нам нужно туда, где нас еще не ждали, пойдем домой. И там что-то будет, это легче, чем война, лучше убежать. Вот здесь происходит первое переселение, и мы на место пустых земель. Это ассирийский царь заполняет его другими народами из своего царства, заселяет его в Самарию. Позже эти люди будут называться самаритяне. Позже. Понятно, да или нет? Самарию заполняются не евреями, хотя не все евреи там были изгнаны, не все полностью, но большая часть их. С этим переселением уходит Даниил. Вот в этом первом переселении был дяд Даниил. Мы можем прочитать это фактически в той же главе, только с 24 стиха. Города и селения Самарии вместо израильтян царь ассирийский привел людей из Вавилона Куты Алвы, из Хамата, из Сефар-Маима. Они сделали хозяевами самарийской страны, стали жить в ее городах и селениях. Это первое упоминание того, кто такие самаритяне. Очень часто говорят, самаритяне это полукровки говорят, это полукровки. На самом деле нет. Самаритяне это были те же переселенцы, перемещая народ с одной части в другую. Таким образом было такое микширование и религиозной подосновы, мнение, позиции, привычек и так далее. вот здесь заполняется часть Самарии, северной части Израиля, для того, чтобы искоренить понимание того, что там жили евреи. То есть это первый такой не геноцид, потому что их не убивали, но первое такое замещение. Но что-то происходит в это время. Кто помнит, что происходит, когда другие народы переселились в эту землю, которую Бог обещал Аврааму, Ицаху, Якову. Что происходит? Их стали на завтрак кушать львы, на обед медведи и на ужин все остальные кому не лень. То есть они стали трапезой, это правильно, трапезой животных, и это весьма смутило народ. Они стали бояться. бояться. И причина, причина страха. Вот здесь написаны такие интересные моменты, мне очень они понравились. Царю Ассирийскому донесли, народ, который ты переселил в города и селения Самарии, не умеют, как положено, чтить Бога той страны. Это еще раз говорит о том, что Бог говорит, «эта земля моя, Израиль, я тебе даю мою землю, владычеству ей, управляю, я тебе даю мою землю тебе в управлении». Понятно, да? Здесь еще раз говорится об этих вещах, это стих 26. И дальше «этот Бог наслал на них львов, львы истребляют их, потому что эти люди не умеют как положено чтить Бога той страны». Как интересно, правда? Вот как бы нам бы такого. Все выпокаялись, чтобы знали, что делать, нужно было бы выписывать всех евреев обратно, чтобы научили, как жить. Да? Но на самом деле здесь интересный оборот, потому что дальше царь ассирийский повелел «верните кого-нибудь из священников, которые вы оттуда угнали, пусть придет, поселятся там и учат эти народы, как положено чтить Бога той страны. Как интересно, к стране привязан Бог. Удивительно, да, вот так. Это реальность. То, что мы сейчас переживаем фактически в этом положении. Я даю предысторию того, к чему вернемся, к этому переселению, почему потом было еще переселение. мы замечаем, что изгнание было не полностью. Мы видим, что там оставались евреи, которые что-то делали. И этот священник, который вернулся, он научил этих людей каким-то обрядом. Но эти люди, из-за того, они пришли со стороны Вавилона, принесли своих богов, свою традицию. Они служили своим богам. Это были особенно разные люди. Ко всем одни сжигали своих детей служать другим богам, богам, другие еще приносили какие-то жертвы. И в то же время они начинают поклонение. Вот так. Это та самаритяга, которая сказала не там, а здесь, вот на этой горе. А Иисус что ответил? Ишу отвечает, что не здесь, не в Иерусалиме. Да? Нет. Но и Бог ищет тех, кто будет поклоняться ему в духе истины. Оно так. Где бы ты ни был, где бы еврей ни был, он понимает, что Бог его избрал, как народ, которого он любит, и что поклоняющийся на всяком месте приносит жертву, хвалы, поклонение ему. Независимо от места. Об этом Ишуа говорит. Фактически это места, где евреи произносили благословение, проклятие. 28 глава Второзакония. Вот на одной горе было благословение произносили, на другой проклятие. посередине стоял ковчег и вот как свидетель того, что происходило. Вот на самом деле есть очень огромная глубина. И вернулся туда один из священников угленных из Самарии. Он поселился в Бет-Эле. Слово Бет-Эль. Что это значит? Дом Бога. Да, Бет-Эль это Дом Бога. Поселился в Эфиле. Другими словами. В Эфиле, да? И стал учить эти народы, как чтить Бога. Между тем, каждый народ делал статуи своих богов, ставил в своих селениях, их храмах, капищах, построенных самаритянами. Как вавилоняне воздвигли статую Суккота Бенон, люди из Куты Нергала, люди из Хамата статуи Ашима и так далее, и так далее. То есть перечисляется все, что там делали. Они делали своих соплеменниками, жрецами, капищи и так далее. И Господу они поклонялись и богам своим служили, служили так, как было принято у них на родине та, откуда они переселились. Там перечисление очень большое. И вот здесь все как бы и начинается. Проходит время и примерно уже в 586 году до нашей эры были изнаны из своего места расположения иудеи два остальных колена. И в свою же очередь их изгнание ну эти вот как то, что как бы я увидел и мне несколько рассказали в Иордании. Когда брались любые поселения, камни, из которых были построены дома и так далее, раскидывались по всем полям специально, как мера унижения и знаете, вот такое утверждение, что больше не будет построено здесь ничего. Раскидывалось. Поэтому часто видно эти камни специально порублены. Дальше от места, где они были построены очень далеко. Специально разносилось, раскидывалось. Это были своего рода традиции покорителей. Чтобы было как бы унижением. И вот в это время эти иудеи были рассеяны тоже по разным местам и по разным городам. Мы уже говорили, Даниил был переселен в Вавилон. Есть небольшая разница с тем, что Есфир и Мордахай были рассеяны или поселены в Сузах. Хотя там есть небольшое расхождение по времени, но суть не в этом. Как исторический факт это было. Данное пленение прошло долгое время. И не такое пленение, это даже не был плен, это не был плен, это было именно рассеяние. Почему не говорили не плен, не было каторга, не было рабством, как это было в Египте, потому что евреи имели возможность строиться, иметь и шефт маленький, то есть иметь много денег, торговать и все остальное. Мы к этому придем, потому что в книге Неемии и Эзри об этом говорится, потому что чтобы восстанавливать храм, мало того нужно было разрешение от царя, но нужны еще были финансы. И богатые евреи, вопрос, если ты был рабом, что ты там делал своими деньгами, все-таки снабжали постройку этого города. Мордаха и Исфир находились у царя Тарсекса. И примерно, еще раз скажу так, примерно в 458 году разница почти там в 70 лет, царь Кир позволяет восстановлению Иерусалима. Эта эра, эра восстановления особенно важна для нашего изучения. Мы запомним, что Иуда и Израиль они все были изданы со своего места. Здесь было три таких волны переселения обратно, несколько таких движений. Первое это было в 539 до первая такая даже можно сказать 520 году до нашей эры. Это была первая волна переселения обратно в Самарию или Иудею, но это называлось более Палестина. Такое место под руководством Иисуса и Заравеля. Это было первое. В это время ничего не восстанавливалось. Ничего. вторая волна была в 458 году. Это оттуда вот и в это время приехала Эзра. В это время приходит в Иерусалим Эзра. И Неомия приезжает к нему в 445 году до нашей эры. Почему я говорю об этом? Это очень важная тема, потому что мы разуме считаем, что Бог сказал возвращаться и тут все ломанулись резко восстанавливать Иерусалим и все остальное. Не так все было просто и это имели свои последствия и законы и позиции. Мы будем об этом говорить. Для того, чтобы посмотреть ситуацию, что происходило до Нового Завета, нужно понимать, что Сирийское царство, времена которого произошло изгнание, это первый этап, знаете, такой, который предвещало появлению Мессии, знаете, вот, такое возвращение. Потом это Вавилонское царство, которое царство управлялось Навуходоносором, где были высланы все иудеи. Персидское царство, где началось восстановление Иерусалима, Македонское, греческое такое царство при Александре Великом. Почему вот эта важная часть, как вы думаете о царе, о котором говорится в пророках, что восстанет такой царь, почему вот именно эта часть очень важна в истории до момента пришествия Мессии? Как вы думаете? Для того, чтобы поповедовать Евангелие, нужно было говорить на языке народов всех, которые там большинство из-за такого сильного влияния Александра Македонского и еленистической культуры фактически ну вот все Среднеземное море оно говорило на языке на греческом языке поэтому легко было проповедовать в Англии не нужно было говорить на иврите везде представляете услышите меня пожалуйста это полнота времени о чем мы говорим полнота времени где это можно было это все делать и конечно же римское царство которое правило мира во времена это тоже это расширило конечно возможности путешествия и другая цивилизация и так мы делаем перерыв о о Субтитры создавал DimaTorzok